решил записать небольшой обзор на мой новый телефон redmi 9t дело в том что все обзоры которые я видел в интернете про этот телефон в основном не в основном а почти все абсолютно все вернее показывают просто телефон внешне записывают на камеру и просто говорят его стандартные параметры какие-то до этого телефона то что можно везде почитать то есть и я не видел ни одного обзора который бы записан был бы именно в самом телефоне то есть показали бы внутри телефон я именно хочу сделать записи экрана с телефона и был уж такой обзор и поделиться своими впечатлениями это не совсем обзор все стандартные параметры все что нужно про этот телефон узнать все есть в интернете вот но я хочу поделиться своими личными впечатлениями про этот телефон. Очень кайфная штука за свою цену. Хотя про этот телефон говорят, что он бюджетный, дешевый телефон. Ну, действительно, он стоит всего лишь каких-то 160 долларов. Но за эти 160 долларов вещь абсолютно кайфная, короче, просто за свои деньги. А он меня полностью в данный момент удовлетворяет всем моим потребностям. Все, что мне нужно, все он делает. Он стоит своих денег. Да, это, конечно, не айфон. Вы сравните цену айфона или самсунга, скажем, да, каких-то брендов. А за такие деньги вы никогда не купите телефон с такими параметрами. Сейчас смотрите. Я поставил здесь такую тему анимированную. Кстати, я не нашел самую прикольную тему. Вот эту только нашел. Если кто-то знает, где можно скачать хорошие темы, пожалуйста, поделитесь об этом в комментариях. Напишите в комментариях, где можно скачать другие темы еще. Ну, эта тема мне нравится. Давайте по очереди буду про все говорить. Потом в конце я про его параметры покажу системный. Верхнюю панель, видите, да, наверху у меня часы и погода, да, солнышко там у меня сейчас светит. Очень информативная, кайфная панель. Это именно в этой теме. Это не касается этого телефона конкретно. Это просто касается этой темы. Все данные. Вот смотрите, я сейчас нажму там, где написано «Тобелиси», ясно, да. Видите, давление, влажность показывает. Сюда нажал, да. Теперь ощущается. Вот его температура. Максимальная днем и минимальная ночью. Максимальная днем 23 градуса, ночью. Это у нас сейчас какое число? 28 апреля. Тепло, солнышко. Окна открыты. Ночью 11, короче. Смотрите дальше. Нажимаю вот рядом с солнышком, да. Открывается сразу погода, короче, отсюда. Показывает облачность. Если дождь, там у меня дождь не капает. Прикольно. Ну, это стандартная погода, допустим. Окей. Так. Нажимаю на 11 число. Открывается будильник отсюда. Максимальная информативная и полная панель. Нажимаю на 31, да, вот где было число написано. Прогноз погоды вот в таком виде, да. Нажимаю вот там, где гроза. Там есть такой значок, М-буква, да, маленькая, если видите. Нажимаю. Сюда открывается плеер, медиаплеер. Прикольно. Так. Дальше. 31. Нажимаю. Сюда это Back. Ну, короче, максимально информативная панель. Очень мне понравилась. Окей. Back. Здесь нажимаю по ощущениям 17.3. Вот. Что касается этой панели. Теперь хочу рассказать. Давайте к системным параметрам. Я поставил программу CPUX. Она показывает полностью диагностику. Ну, параметры телефона. Наверное, это будет всем наиболее интересно, да. Значит, ну, все параметры всем известные, короче. Восьмиядерный процессор стоит. Qualcomm 662. Вот. Ядра процессора. Восемьядер, короче, да. Память 4 гигабайта. Оперативная, встроенная 64. Секундочку. Back. Так. Так. Сюда. Вот. Что касается памяти. Значит, 64. Почему? Вот я не понял, почему мне пишет 47. Остальное, видимо, занимает под систему Android. А Android у меня занимает 13 с чем-то гигабайт, короче, да. И около 7 или 8 гигабайт программы, которые установлены в данный момент. Но я еще буду добавлять программы, наверное. Места вполне достаточно хватает. Кроме этого, у меня стоит чип на 32 гигабайта. Здесь указано, да. Объем оперативной памяти 3 гигабайта. Свободная оперативная память стока. Внутренняя память стока. И это у нас... Где у нас что-то по поводу чипа? Ну, не суть, короче, да. В общем, 32 гигабайта чип. И мне интересно, как записывать программы. Не на внутреннюю память, а на чип. У меня ничего-то никак не получается. Потому что она все равно пишет на внутреннюю память. Перенести их на чип. Если кто-нибудь знает, тоже подскажите, да. Ну, в принципе, хватает. Места всего хватает. Вот. Сейчас, секунду. Ну, остальные функции не буду показывать. Это, в общем, параметры. Да, я скажу, что мне в этом телефоне понравилось. И что не понравилось. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Значит, очень понравился, больше всего понравился его аккумулятор. Аккумулятор просто капец. 77% видно, да, на зарядке аккумулятора. Сейчас покажу. На телефоне. Блин, этого аккумулятора мне хватает капец просто. Я не могу посадить его в течение дня. Полтора-два дня. Я могу спокойно играть в игры. Полностью автономно работать. А если его не юзать так активно, то он на одной зарядке, наверное, дня три продержится. Если не играться с ним, как минимум. Сколько у меня места занято? Вот. И сколько свободного? Я поставил кучу программ. Места хватает полностью. 64 гигабайт. Не знаю, кому нужно 128 гигабайт. Наверное, кто не хочет чип ставить, может быть. И фотографии, и видео все писать на внутреннюю память. Чип можно увеличить до 128 гигабайт. Сейчас у меня 32 стоит. Пока хватает. Если не хватит, 64 поставлю, 128 поставлю чип. Без проблем. Поставил вчера кучу программ разных, которые некоторые нужны. Некоторые потом я удалю, может быть. Некоторые, может быть, лишние. Но я люблю ставить разные программы. Ни каких тормозов, никаких лагов. Ничего не вижу. Расскажу немножко про то, как я организовал пространство на своем рабочем столе. Это дело, каждый, конечно, настраивает по своему вкусу. По своему этому самому, как ему нравится, так и настраивает свой телефон. Понятное дело. Ну, как я посчитал, как мне удобнее. На первый рабочий стол я вынес папки со всеми программами, которые часто закрывают. А на остальные рабочие столы я поставил в основном виджеты всякие, информативные. У меня получилось 5 окон, короче. Я часто использую фонарик. Это очень удобно. Сразу же на передней панели. Потому что я компьютерный мастер, и мне иногда нужно заглянуть внутрь компьютера, что-то подсветить где-то, чтобы не лазить далеко. Сразу телефон открыл, включил фонарик. Нормально. Я укоротил немножко гугловский поиск. Зачем он такой длинный нужен, вообще непонятно. Когда можно голосом прямо набрать, нажать микрофон и голосом. Музыку часто слушаю. Окей. Вынес маленький виджет на первый рабочий стол, чтобы сразу можно было музыку включить. Также поставил такой же виджет от плеера. У меня стоит плеер. Вот этот плеер очень удобный. Музыкальный. Как он называется там? Музыкальный плеер или что? Ну, видите значок. Точное название не могу сказать. Как он называется? Ну, это кайфный плеер. Лучший плеер, который я видел. Этот самый, да? Значит, как я распределил свои папки? В этой папке социальные сети и мессенджеры. В одну группу сделал, короче, Viber, Telegram, все эти такие основные. Лайки, TikTok. Я тоже отнес к социальным сетям, в принципе, типа социальные сети. Ну, здесь игры. Кстати, по поводу игр. Самый тяжелый. Вот я люблю самолетные, да? Допустим, да? Modern Warplanes. Первая игрушка, да? Она с очень красивой графикой и очень нагружает телефон. Больше всего нагревается и аккумулятор сажает эта игра. Тем не менее, я в эту игру могу играть весь день. И она у меня от аккумулятора забирает, ну, 70%, короче. А еще 30% остается где-то так. Даже если я весь день играю. Ну, с перерывами, конечно. Там выйти же надо, по-моему, поесть или что-нибудь такое. С перерывами, с небольшими, можно играть весь день спокойно. И невозможно убить аккумулятор. Папку мультимедиа я еще не дополнил. Я еще здесь добавлю всякие программы. Это, конечно, смотрим. Netflix, конечно. Ну, Час ТВ. Мультимедиа я называю все, что касается музыки, видео. Там всякие плееры, телевизоры всякие и так далее. Shazam я тоже отнес к мультимедиа, в принципе, да. Потому что это тоже касается музыки, да. Shazam знает, что такое, да. Программа Shazam, она узнает музыку. Находит музыку. Дать ей послушать нужно. И она сама находит музыку, какую нужно, да. Так. Здесь у меня все, что касается банков и покупок. Я пользуюсь WebMoney, Яндексом, кошельками. Ну, Space – это наш грузинский банк. Алиэкспресс и шоппинг, короче. По названию папки ясно. Маннель, шоппинг. Окей. Вот здесь. Это я вчера поставил программу. Lightroom, Photoshop и типа премьера Adobe Clip. Кстати, премьер надо поискать еще. Adobe Clip – это не совсем премьер. Там можно делать монтаж, нарезку. Ну, не то. Ну, я поюзал вчера Lightroom. Это кайф полный. И Photoshop тоже. Кайф, он совсем по-другому выглядит, не как на компьютере. Но, тем не менее, не буду показывать сейчас, как он работает. Но, поверьте, что это кайфной программке. Жаль, что не все функции работают в Lightroom. Бесплатные версии. Там и сплатная, и бесплатная. Ну, даже если брать платную, по нашим деньгам 60-70 лар. Около 70 лар в год. И там добавляются функции. 3-4 функции добавляются еще там по коррекции изображений RAM. По-моему, стоит того, если кто-то увлекается графикой, фотографией и так далее. Стоит заплатить. Папки Google. Короче, ну, я Google обожаю. Google – это, конечно, лидер. Тут все у меня, короче, что касается Google, и карты, и конвертер валюты, переводчик. Все. Задачи, дела, короче, реклама и так далее. Chrome тоже, да. Ну, это понятно. Да, и это тоже гугловский объектив, да, который товар находит. Дальше. Папки стандартные. В папке стандартные у меня лежат программы, которые уже были установлены с самого начала. Не ксермовские, ну, в общем, да. Стандартные программы, которые были с самого начала установлены на телефоне. Музыка, диктофон, очистка и так далее. Заметки. Окей. Сервисы. Ну, это всякие сервисы доставки, такси, служебные программы. И, кстати, Яндекс.Карты я тоже положил, и по году папку сервисы, потому что просто не знал, куда их положить, хотя это меньше относится к сервисам. Но, тем не менее, все же я их здесь положил, пока пусть здесь лежат. Потом перераспределю по-другому как-нибудь, пока пусть здесь лежат. И в папке ми, это стандартные мишные программы, ксермовские, пульт и так далее, короче. Окей. Сообщение. Дальше. На следующем столе у меня календарь, то есть, ну, дела записываю, да. Папки Tools не совсем кстати. AZ Screen Recorder. Я сейчас записываю стандартным рекордером, мишным, да. Но я не буду углубляться на AZ Screen Recorder, и сами посмотрите. Очень кайфная программа. Рекомендую. Не реклама, ничего. Очень рекомендую для записи экрана. Очень много функций кайфных, стоящих, да. Просто сейчас не хочу загружать телефон, она чуть больше грузит, и лишние функции мне в данный момент не нужны. Сейчас я просто записываю маленький обзорчик, типа обзорчика на ксермовичный телефон. Ну, это камера, это фейсбучная камера с разными эффектами, когда ушки ставишь, всякие эффекты делаешь. Не обязательно программы, поэтому я их на первый рабочий стол не стал вложить, да. Плеер. Ну, вот, это тот же самый календарь, деловой календарь, то есть, где свои дела записываешь. Только я расширил, чтобы подробно видеть, какие дела у меня намечаются. Здесь более общий план, а здесь более подробный план. На следующем столе у меня заметки. Это, я даже не буду затирать цифры, в принципе, пофиг, кому это нужно, да. Ну, коммуналка, коммуналка, написано номер, где я за газ плачу, за свет и так далее. Наизусть не запоминаю, когда к аппарату подхожу, чтобы заплатить, чтобы сразу посмотреть. Это удобнее. Ну, вебмани, виджет поставил. Хотя я в данный момент пока часто не пользуюсь вебмани. В принципе, намечается, да. Так что пусть будет. Это удобно тоже, да. И на последнем рабочем столе у меня калькулятор. Это удобно. Вот. Что касается этого. Теперь подробнее остановлюсь на том, что мне еще понравилось. В этом телефоне, и что мне понравилось. Значит, аккумулятор, это в первую очередь, конечно. Потому что это очень мне нужно для работы. Очень неудобно, когда батарея садится не вовремя. На этом телефоне невозможно посадить батарею. Такого длинного периода, чтобы ты не попал бы к месту зарядки, где можно подсосаться и зарядить телефон. Ну, не может быть просто. Раз все равно ты попадаешь, где можешь подзарядить. Зарядка в комплекте идет очень быстро. Сколько амперная. Ну, мощная зарядка идет. Короче, она мне заряжает телефон почти до конца. Где-то полчаса, максимум час. За полчаса мне хватает зарядить телефон на весь день. Если полчаса даже подсосаться. Потому что он полностью не разряжается. Там подзарядить слегка нужно его и все. Поэтому вообще супер. Аккумулятор в первую очередь. Второе. Сенсорная кнопка. Сенсорная кнопка расположена очень оригинально. И никак у... Ну, я имею в виду отпечаток пальцев. То есть она не сзади находится, а прямо на кнопке включения. Это реально удобно. Реально удобно. Потому что одной кнопкой ты включаешь, выключаешь. И сенсор там же, отпечаток пальцев находится. Сенсора сбоку, на боковой панели. Очень удобно. Рекомендую. То есть советую такие телефоны брать. С такой кнопкой. Третье. Кто-то говорил, что у него плохой звук. То есть не плохой звук, а стереозвук как будто не слышен. Это про нее. Я в интернете слышал обзоры, видел. И говорили, что стереозвук у него как бы нифига. Прекрасно все слышно. Держишь. Особенно когда играешь, выиграли что-то. Когда около себя держишь телефон. И ты же держишь как бы руками, ладошками. Та телефон еще от ладошек эхо отражается. Ну, стереозвук, короче. Реально стереозвук очень хорошо слышен. Очень громкий звук. Офигенный. Понравился. Так. Дальше. Эти три вещи, которые мне очень понравились. Ну, то, что он шустро работает и все это самое. Нет. Ну, айфон, конечно, может быть шустрее. Чуть-чуть, короче, может меньше подлагивать. Если его перегрузить, там одновременно включить много программ сразу. Сейчас у меня сколько. Ну, очистка можно убрать. Да. Если одновременно включить много программ, ну, где-нибудь что-нибудь притормозит, короче. Ну, надо его нагрузить для этого. А так он, в принципе, не лагает. Айфон может вообще не лагать. Я айфонов не пользовался, честно говоря. Поэтому не могу точно сказать, сравнить с айфоном, как работает айфон. Ну, этот работает прекрасно. Так. Да, я забыл сказать. Я внизу кнопки тоже изменил. Мне так удобнее. Посмотрите. Не знаю, кому как. Я часто использую запись звонков. Когда ко мне звонит клиент, для любого человека, который занимается каким-то делом, это важно. Когда клиент тебе говорит, допустим, назвать свой адрес. Или ты клиента назвал какую-то цену за свою работу. А потом вдруг я разным клиентам могу разную цену назвать. Потому что зависит от того, что им нужно сделать, какие там условия, куда нужно поехать или что-то. Я могу забыть, сколько я сказал. Поэтому, или адрес, допустим, или номер клиента нужно, чтобы сохранился, чтобы ты знал бы, когда тебе звонят. Поэтому я использую такую АЦР. Кто-то использует АЦР. А колл-рекордер какой-то есть такой, да. Я раньше пользовался им. Красненький такой значок у него. Но в последнее время там из-за политики конфиденциальности перестали сохраняться номера клиентов. То есть он не записывал. Поэтому я... Это русская программа, по-моему. Сейчас я почистил ее. Здесь записи нету звонков. Я уже стер все записи, ну, чтобы очистить память. Но вот эта программа... И как она называется, блин? Ну, короче, да. Когда вы будете... Запись звонка просто называется. Запись звонка, да, короче, да. О, ну, она очень удобная. Я расположил здесь же внизу обязательно мне удобно папки. Потому что я лазю по папкам, потом иногда чищу, иногда посматриваю что-то. Нужно найти какой-то файл, да. Вот у меня здесь SD-карта и внутренняя память, короче, да. Сейчас у меня SD-карта стоит. Я могу поменять на внутреннюю память. Так, назад. Стоп. Вот здесь, да, сбоку. Внутренний общий накопитель, да. И отсюда могу просматривать и так, и так. Это удобно. Мне так удобнее, потому что я часто этим пользуюсь. Ну, камера и настройки, конечно. В настройках я часто лазаю, потому что сейчас смотрю, какие параметры. На телефоне. В двух словах заканчиваю все. В общем, телефоном я очень доволен. А, да, что мне не понравилось. Ну, я как уже говорил, значит, плюсов намного больше, чем минусов. Мне не очень понравились камеры, честно говоря. Все, что говорят про камеры, то, что они там хорошо прилично снимают, это тоже вранье. Они не очень прилично снимают. Они вообще, да, как будто бы четыре камеры. На самом деле, как я знаю, функционируют реально только три. Четвертая просто марияж. Беспонтовая камера. И качество, конечно, мне не очень нравится. Но это небольшая для меня проблема, потому что у меня есть нормальный Canon, нормальный аппарат, которым я могу снимать. И нафиг мне его встроена камера. Так, чтобы снять фотку, более-менее приличное видео снять, это можно этим телефоном вполне. Средненько, ну, удовлетворительно, в общем, да. Но не ах как, да. Макросъемка, короче. Я снимал там мурашек или что-то мелкие съемки. Очень плохо фокусируется. Опять же, свет нужен нормальный, чтобы снять, короче, да. Ну да, снимает она макро. Ширик. Ширик можно было бы более широкоугольным сделать. Потому что, ну да, есть ширик там у нее, да, снимается. Ну, не то, конечно, да. Ну, в конце концов, это считается бюджетный телефон. 160 долларов всего каких-то, да. Опять же говорю, за свою цену это просто, короче, ну, конфетка, я не знаю. Люди такие телефоны покупали. Вон у моего друга телефон 2-3 года назад. Как все быстро, короче, меняется. Как все быстро технологии вперед идут. Я просто с ума схожу. Несколько лет назад моему другу подарили телефон. Сколько он стоил? Больше тысячи ларов. Ну, на наши деньги, на доллар не буду говорить. Вот за это-то я в ларах, чтобы для сравнения отдал 560 лар, да? Плюс броник отдельно. Хода. А тот телефон у моего друга, полторы тысячи, что ли, по-моему, ларов. То есть три раза дороже. Ну, у него память 128 гигабайт. Ну, блин, мой намного лучше сейчас, чем его. Хотя, немножко меньше встроенной памяти. Ну, чип. Ну, чип. Можно чип использовать спокойно, короче. Оперативка у меня 4. У того, по-моему, 3 гигабайта. Летает. Ну, как-то так. Это не совсем обзор. Это всего лишь обзоры делают по-другому. Я прекрасно это понимал. Но это не обзор. Это мое личное мнение про этот телефон. То, что касается... Вот вы видите, как он работает. Почему я специально хотел записать экран? Видите, он не тормозит, не лагает. Я могу запустить какую-то программу. Если кому-то интересно, напишите в комментариях. Я попробую его конкретно поюзать, чтобы вы сами почувствовали, есть ли лаги или нет. Видите, анимированная тема у меня стоит. Все, короче, двигается. Все это самое... Улетно. Вот. У него панелька, короче. Таких лагов. Кто-нибудь замечает, что он лагает у меня? Нет. Кайфно работает. Xiaomi рулят. Это мое мнение. Так, на этом я пока заканчиваю. Спасибо за просмотр. Кому что интересно подробнее, вы мне напишите, кого что интересует конкретно. Я сделаю еще записи и выложу на YouTube. Окей. Спасибо. Я сделаю. Продолжение следует...